и сегодня у нас в гостях представитель стиля бардрок александр лагунов здравствуй мы как братьев ну говорим все время здравствуй да и все время одновременно по традиции нашей программы не знаю как в других программах но у нас так принято мы начинаем программу передачу с песни и это правильно и я думаю что первая песня она и будет называться здравствуй вот эта песня с которой я традиционно начинаю свое выступление вот и сегодняшний вечер не будет исключением я расскажу тебе о том как облаками несла нас река на руках не касаясь весла расскажу а ты потом спой мне сам поди все это помнишь как мы к ней подходили с поклоном и водой наполняли ладони она каждому дарила по песне поэтому мы до сих пор вместе брат мой ты помнишь речные речи я иду навстречу распахнув объятия здравствуй сколько зим сколько лет нам той воды не распискать ой нет нет а еще брат помнишь там такое небо что когда приходят ночи кругом тебя звезды можно в них обмакивать хлеб и радоваться так будто ты все это создал и когда ты решишь мол ничего не свято скинешь на болоте в куриной избе я заварю тебе смородину малину и мяту встану у ворот и скажу скажу тебе здравствуй ай здравствуй брат мой я так спешил тебя обнять ты наливай лекарства и здравствуй многое множество лет нам той воды не разбескать ой нет нет и пока текут эти реки мы будем петь наши песни пока не впадают в волгу мы будем петь их вместе да ох мы будем петь их долго и нам достанет века пока реки впадают в море пополам радость и горе нам братья братья да знаю знаю все люди братья но чем тесней наш короб тем крепче объятия здравствуй мы этой реке седьмая вода и нам ее не расплескать никогда а а и 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 Поэзия струн. У нас программа, первая часть, если ты её смотрел и предыдущие выпуски какие-то видел, мы говорим о струнах, независимо от названия, какая последовательность слов поэзии струн. Мы говорим о струнах, и, соответственно, сейчас я задаю тебе вопрос по поводу твоего музыкального образования, твоего прошлого, когда всё началось и началось сочиняться прежде всего. Так, ну, значит, если мы говорим про струны, значит, я скажу, что песня, наверное, первая, которая, скажем так, первая песня, которая написалась, она была где-то лет в 16, когда я вообще гитару в руки взял, вот, потому что стихия до этого уже что-то такое кропал, вот, в каком-то бесконечном количестве, ничего из этого читать уже совершенно невозможно, естественно, вот. Вот, а первая песня, которую можно слышать вообще, да, и показывать людям, это, значит, «Брошу в воду монетку медную», это песня, она записана на альбоме «Нерль», с которой, кстати, начинается, точнее, с которой начинается с песни «Здравствуй», на минуточку тоже. Вот. Поскольку песня эта посвящена реке «Нерль» тоже была. Вот. По поводу образования, образования у меня никакого нету. Вот. Тоже «Здравствуй». Да. Ну, это нормальная ситуация, мне кажется. Это, нет, это очень нормальная ситуация. У меня, я так по пальцам могу пересчитать людей, моих знакомых, которые занимаются вот чем-то подобным и имеют при этом музыкальное образование, честь им их халва, на самом деле, всё хорошо, всё замечательно. Ну, началась моя такая, скажем так, струнная жизнь, да, она в городе Чехов, это Подмосковье, значит, вот тут вот на Ларшавское шоссе выйти, поехать. Мелехово, да? Совсем рядом, да, Мелехово. Вот, Мелехово рядом у нас, это, собственно, почему город называется Чехов, потому что у нас там в Мелехово жил Антон Павлович. Вот, и благоустраивал там не только свои окрестные территории, но в том числе, кстати, и до Чехова рука его дотянулась длинная, долгая, потому что он очень много, вёл очень обширную переписку, и ему требовалось почтовое отделение, потому что письма приходили очень медленно из Серпухова или из Подольска, я уж сейчас не помню. Ну, в общем, откуда-то они приходили. Ну, там одинаковое расстояние, но всё равно медленно. Вот, в общем, короче, почтовое отделение у нас поставили, вот, я ещё помню те времена, когда это почтовое отделение просто было каким-то разрушенным сараем, потом его, значит, восстановили, теперь там музей, прям рядом со станцией, вот, как бы филиал Мелеховского получается. Вот, ну так мы немножко отвлеклись, да, про Чехов? Да нет, про Чехов я как раз хотел и продолжить, потому что там одно из моих любимых мест Талиш, где живоносный источник и такой щедрый, да, такая вода там, с одной стороны холодная, с другой стороны вкуснее её не найдёшь. Там, да, великолепная вода и согласен, причём я тоже, опять-таки, помню ещё те времена, когда мы там в Доме пионера, как раз вот только-только мы познакомились вот в 16 лет. Ну, я сейчас ещё пару слов скажу о всех моих друзьях, чеховских, потому что, как бы, этот вопрос обойти никак невозможно. Нет, привет всем друзьям, можно передать. Да, да, с пользуясь слушаем, передаю всем моим друзьям чеховским привет. Вот, в общем, да, у нас мы учились, как учились, в кавычках, в Доме пионеров, посещали Дом пионеров, значит, некий у нас там, некий вилл у нас был. Вот, значит, и лето... Оно имело название? В начале лета. Значит, всё началось с того, что мы познакомились с Максимом Аншуковым. Значит, Максим Аншуков ныне, как бы, широкая аудитория, и там, не очень широкая аудитория, могут знать её по его по группе «Ключевая». Вот, он, собственно говоря, ныне лидер этой группы, и довольно давно у них обширная дискография, география и так далее, то есть, как бы, ну, группа на волне. Вот, значит, и тогда Макс уже, собственно говоря, имел чёткое направление своей жизни в голове, вот, и тогда была у него задумана группа, которая называлась «Точка нады», вот. Вот, и когда мы с ним познакомились, разговор был настолько живой и какой-то очень такой, как это сказать, плодотворный, что ли, не знаю как, что он мне сразу буквально сказал, что говорит, «Саша, типа, мне нужен гитарист в группу, давай будем с тобой играть». Я говорю, «Макс, да как, да я же гитару-то в руки-то ещё не брал». — Откуда ты знаешь, что я гитарист? — Нет, да, типа. — Пророк чеховский. — И он говорит, «Ерунда, у нас есть Петрович, он научит». Вот, Петрович, Петрович это, собственно говоря... — А Петровича можно пригласить будет в передачу потом? — Петрович, как он это сделал? Можно, кстати, он ведь ещё и песни пишет. — Ну, замечательно. — Короче говоря, есть у нас такой Владимир Петрович, он до сих пор жив-здоров, дай бог ему доброго здоровья. Значит, он до сих пор преподаёт, собственно говоря, гитару и делает вот такие вот, там у него несколько направлений, там вот ВИА, значит, такой, типа КСП такого, там дуэты, трио там всякие такие. Вот. И, ну, и что-то чем-то там ещё он сейчас занимается, я не знаю, просто как бы давно там уже не в теме. Вот. Но, тем не менее, значит, вот тогда это было так. Значит, и был наш коллектив, был ещё один коллектив, которым, значит, командовал такой тоже не менее знаковый человек, как Максим Гавриленко. Это Гусляр, значит, ныне лидер группы «Ладони». Вот. Их можно услышать в том числе на радио «Вера», например. — Да, слышал. — И, по-моему, на данный момент это единственный из нас, кто есть на FM-диапазоне вообще в целом. Вот, потому что Аншукова довольно много по городам и весям, значит, а по московскому радио, насколько я знаю, нет. — Ты сейчас сказал кому-то из нас, это чеховских? — Да, значит, дело в том, что у нас, кроме вот нас троих, которых я уже перечислил, ну, исключая разве что ещё, вот, есть ещё такой человек, как Петя Каминский, он сейчас уже совершенно не занимается музыкой, вот. Но в своё время он написал песню «Помнишь, нас учили быть птицами», которую сейчас поёт, например, Ольга Кормухин. Потом, через некоторое время, значит, появилось ещё несколько персонажей, с которыми мы общаемся сейчас, пожалуй, даже ещё плотнее. И, как бы, так сказать, ну, вообще как-то дружба наша задалась. Это Лёша Вдовин, группа «Недра», вот, и который, собственно говоря, начал всем этим заниматься, могу похвастаться немножко, начал всем этим заниматься, когда услышал то, что делает группа «Зарениса», собственно говоря. Это как раз группа, которую мы придумали вместе с Гуслером Максимом Гавриленко, вот. И в разное... мы там собирались, расходились, там ещё что-то. В разное время мы делали мои песни, Максима песни делали, ну, то есть, как бы, всё по-разному было. Вот. Потом, последний уже состав, он вообще, как бы, к Максиму не имел никакого отношения. Да и к «Заренице», собственно говоря, тоже. То есть, по сути, «Зареница» уже на тот момент не существовала. Просто был какой-то, значит, в 2009 году я собирал небольшой тоже коллектив, который назывался так же, но, как бы, уже «Зареницей» как таковой не являлся. Прости, всё-таки перебью. Тот самый момент, когда «Зареница» существовала. Не когда она уже перестала существовать, а вот когда она существовала. Вот это интересный момент. Это было... Что тогда вы писали? Какие песни были? Ну, как бы, исходя из названия, можно понять, да, что это в основном был, конечно, фолк. Вот. Ну, собственно говоря, от фолка я далеко-то не ушёл, по сути. Просто тогда это было как-то более, я не знаю, как-то переживалось, что ли, да. Ну, слушали мы соответствующую музыку, да. А кого слышали? «Желанную», «Смирнова», «Калинов мост», естественно, да. Вот. И «Песниров», кстати говоря, слушал я много в тот момент. Вот. И вот появился такой коллектив, и мы очень удачно прозвучали там на Чеховском фестивале. И вот, значит, мальчик сидел в зале, слушал всё это. У него в голове начались тектонические необратимые процессы. Вот. И мы имеем теперь группу недр. Вот. Сейчас он тоже, кстати, фолк уже весь избыл. Вот. Но был у него период очень-очень такой фолкоориентированный. Хорошо, что есть имена и фамилии, да. Есть просто дань традиции, которая началась там, наверное, с Санна Николаевича Башлачёва, да. Вот. И продолжалась там, да. И Геннадий Жуков, и Веня Дыркин, и, собственно говоря, вот. Они, конечно, очень сильно, скажем так, оплодотворили то, что творится, вот, творилось в авторской песне, вот, и внесли волну, которая уже, ну, просто поменяла всё. И сейчас то, что мы называем авторской песней, просто немыслимо без этих имён и без их влияния. Сейчас прояву немножко, потому что у нас, прежде всего, струны, и хотелось бы услышать о тебе песню. Песня «Кораблик». Когда она сочинилась и к чему посвящена? «Кораблик» — это всегда символ души человеческой. И у всех, кто упоминает «Кораблик», как правило, это связано с этим. Ну, или около того. То есть, по крайней мере, допускает такое толкование. Вот. И это я сейчас могу так легко сказать. Когда я её написал, я так не думал. В этой песне есть и струны, и душа, и поэзия. Над миром глубиною чёрной, Среди печали ледяной. Иди, кораблик обречённый, крылатый мой. Светилу следуй, виновата, не подымая парусов. Вальсируй, я витевата, меж полюсов. Объятия живые, строгие, обеталанны и страшны. Иди, орбиты и дороги завершены. Светилу следуй, виновата, меж полюсов. 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 Высоты молоко текло по краю и капал мёд. Над мира глубиною чёрной, Среди печали ледяной. Иди, кораблик обречённый. Господь с тобой. В жанр такой фолк-рок. Мы поговорили о бард-роке. Немножко так осветили его. Кто устоял у истоков и имена даже назвали. Вот фолк-рок. Такие группы, как Разнотравия. Потом уже, позже уже появились Мельницы. До этого были Калинов мост. Как ты относишься вообще к такому направлению? То, что меня действительно в своё время задело и определило моё фолковое пристрастие, это я уже назвал, но можно ещё назвать Ивана Смирнова. Гитариста он тоже очень много. Ну и, конечно же, Сергей Николаевич Старостин. То есть это... А Егора Стрельникова слышал? Собственно говоря, Егор Стрельников – это человек, который учил Максима Гавриленко. И от упора мы общались очень много. Сейчас мы с ним довольно редко видимся. Последний раз мы были, наверное, постоянно. Причём в каких-то мы общих кучах фестивалях мы видимся. То есть мы... Последний раз я его видел в Казани. Был небольшой фестиваль. Православно ориентированный. Я не помню, там... Троица? Пою Богу моему, как-то так. А, ну понял. Есть Троица просто под ноги. Нет, ну Троица само собой, это как бы... Такое Троица – это уже бренд. Вот, значит, тут трудно что-то говорить. То есть как бы там... Ну это фестиваль, это как бы уже он... Как это сказать? Это фестиваль уже уровня, там, не знаю, там, какого-нибудь там... Пошедствия. Я бы его назвал ближе к... Вот был такой фестиваль, например, Купал на рожайке. Или был, например, такой фестиваль... Ну, собственно, он существует, Усадьба джаз. То есть вот какой-то вот такой вот бренд у Троицы уже вот где-то такой, примерно. Вот, то есть... Ну, на мой взгляд. Вот. А этот... То, о чём я говорю, я всё-таки договорю. Да, да. Там просто очень... Там был очень странный... Я не буду прервать. Там был очень странный набор персонажей, на самом деле. Вот. И там были сугубо такие фольклорные, во-первых, люди, типа Стрельникова. Вот. И при этом были... Ну, были мои казанские друзья «Больший медвежий угол». Вот. Был, значит... Был Сергей Калугин, у которого, кстати, сегодня день рождения. Сегодня у многих день рождения. Как мы выяснили, у многих день рождения. Вот. Был Роман Неумоев. То есть абсолютно разные люди из разных абсолютно стилистических, эстетических, как бы не тусовок, направлений, да, каких-то. Вот. И при этом они все были объединены под одной шапкой, под одним фестивалем. Это было очень интересно. Вот. Серёжа Канунников там был. То есть мы были там как раз вот от москвичей. Мы там были. Я и Серёжа Канунников. Как в опале трава. Песня очень, на самом деле, старая. Вот. И есть несколько песен с альбома Нерль. Вот. Которые я записал, скажем так, чтобы... Чтобы они были и чтобы немножко освободиться просто от них. Вот. Это одна из таких вещей. Она написана очень давно. Вот. Но я не могу назвать её первой песней, которую можно петь, потому что она очень много переделывалась. То есть, в отличие от монетки, про которую я упоминал, и которая была написана, и фактически там поменялось одно слово буквально за все эти годы, то эту я в пух и прах переделывал, перекраивал там, и, наверное, раз пять, наверное. И будто голос из былого далека Поманит меня затерянный стук И тонкой нитью в сооруженных руках Зазвенится узелочком узелок Проста наука жить, как в опале трава В незакоженных местах родной земли Где только небо через край, да только я Безмятежный на ладони узори Но мелким ветерам просыпана судьба Мелкой ягодой кларить Да собирай С земли зерно да соль Клёную салба Будет праздник, ай, да будет каравай Проста наука жить, как в опале трава Пить ветра, да что зелёный голос мой Тяжелел, как нынче, голова Видеть сады и быть распуженным Городой А что ношу до срока, чтоб всегда со мной Горсть невеликая серебряных монет То мне бесценный дар на долгий путь земной Как сберегу его, так и держать ответ Проста наука жить, как в опале трава Золочёным злаком на закат отдать поклон За тишину, за плач и птичьи права За оправдание великий испокон Я человек, проста наука жить, корнями прорастая в землю На все ветра роняя семена Тянуться к солнцу из неба пить Целебной силой наполняя стебли Во все века В любые времена Жить полной грузью Пристально и верно Я человек Я в опале трава У тебя очень много песен Как я посмотрел, связано с водой С морем Да, есть капитанская 15-летний капитан Есть севастопольская песня Есть севастопольская песня Да, да, да То есть везде упоминается море, вода Брошу в воду Действительно, ты не первый, кто обратил на это внимание Многие говорили о том, что Много у тебя воды Много у тебя всего этого Но Это не как дождей очень много Но интересно то, что Последние, скажем так, вещи Они как раз В меньшей степени с водой связаны Причем все стихи и песни То есть как бы На это уже обратил внимание я Совсем недавно А с какого периода? Не помнишь? С какого периода? Что-то произошло? А вот мне кажется, как я Нерль написал, отпустил И как бы вот, видимо Вот эта водная, речная и морская вещь У меня закончилась Сущай, в себе и течет Поскольку более известны все-таки вещи В воде нового периода Вот Поэтому Ты высказал свое наблюдение А я высказываю Как бы Противорез Давай Мантитезу О том, что Как-то вот закончилась Эта вся тема Я просто, Лёна, какой-то Как человек, который служил На Чемосовом флоте Я не могу тебе не задать вопрос Как ты так сумел Прочувствовать и написать Про Севастополь? Ох Это на самом деле история И она должна была Всплыть сегодня Потому что Именно сегодня День рождения У того человека В памяти которого Да Написана эта песня Вот Ему бы сегодня Исполнилось Всего-навсего 41 год Вот Это произошло В 2009 Году Вот И Мы в тот момент Были С женой Просто рядом На самом деле То есть мы были В Котебеле А Лёша Был в Севастополе И он был прекрасным Дайвером Вообще У него У него Прекрасно Родословное То есть у него там Он по чистой случайности Не стал капитаном Существует по всему Потому что у него И отец И дед Собственно И капитан Вот И С детства он в Севастополе С детства В море В воде То есть И Как говорил Отец Борис Иванович Что Уж от моря Мы по его Ха не ожидали Вот И Ну и собственно Так получилось Что я был На похоронах Он там и лёг Севастополь Мы стали уже везти Хотя он последние годы Жил в Москве Семья живёт в Москве Ну то есть Когда он ездил Раз Два раза в год На майские И В сентябре Вот это Произошло в сентябре Ну помянем К нашему Великому Сожалению Лёша Не был крещён Вот Поэтому Килейные Килейные молитвы Да Помянем И песни И песни Не больно Не страшно Срываются звёзды Высоких садов С сентября Но кажется старше Облавленный воздух И горжи Земная заря Другие восходят Над морем И плечутся В море вечёрном Им вечным Ганули понять Человечье горе Не стройно Печально И кличет И плачет Прощанье Кочующих Птиц В ответ В ответ И молчанье Мы любим Начальку Неодавимых Границ Дорогу Дорогу Несылая Стая Обратно К оставленным Гнёздам Им Вольным Да ну и понять Человечье Слёзы Слёзы Дорогу Мы живы Мы живы Надеждой За малую Слёзы Границ На последней Слёзы Когда Мирских Мирских Тоже Распространены Очень Распространены В класс Коллеги И друзья По цеху Писательскому Поэтическому А музыкальному Тем более То есть Надо помнить О тех Кто ещё жив Да И вот Мне бы хотелось Чтобы сегодня Прозвучало Это Из-за Их уст В помощь Василию Я думаю Что это Повод вернуться К разговору О наших Чеховских Товарищах Собственно Горя Вот тогда В 99 98 99 Году Мы познакомились Кроме Лёши Вдорина И Серёжи Дмитриева Мы познакомились С таким Человеком Как Василий Гринчук Это Такой Более Старшего Поколения Товарищ Вот И с Большим Опытом Именно Скажем так Фестивального КСПшного Скажем так Движения То есть Авторской Песни То есть У него Творчество В большей степени Бардообразное Но Его Как бы Так сказать Его Тонкое Чувство Слова Оно Всегда Нас Конечно Очень Вдохновляло И вообще Конечно Человек Невероятный В плане Именно Человеческом И сейчас У человека У этого Нашего Любимого Василия Беда Случилась У него Обнаружена Онкология Вот И мы Нашими Нашими Скромными Чеховскими силами Делаем Все возможное Собираем ему Средства Вот На операцию На реабилитацию И так далее А вот Ложится он Буквально Вот уже на этой неделе 11 числа Реон Спитализирует Вот И В скором Время Произойдет Операция Значит И Средства В принципе Мне кажется На операцию Можно набрать У нас Сережа Дмитриев Казначей Вот Вроде бы Мы там уже Что-то наскребли Такое Скорее всего Понадобится И может быть Во вторую реабилитацию Однозначно Абсолютно Понадобится И Тем людям Которые Хотят Хотели бы Помочь Значит Я могу Сказать Следующее Значит Можно зайти Ко мне На страницу Или на страницу Моей группы Вконтакте Группа Вконтакте Называется Александр Лугунов Ико Значит Там Есть Ссылки На встречу Которая Недавно Состоялась Где мы Собирали Собственно Средства Для Василия Вот И Вся информация Значит По Там Номер счета Мне кажется Просто Бесполезно Его сейчас Называть Нет Его сейчас Называть Не надо Потому что Он у нас Будет Бегущей строкой В конце Программы Мы его Обязательно Все Скинем Тем более Вот И мы Конечно Рады Любим С умом Будем Если Кто-то Пожертвует Проходит Свою малую лепту Это будет Все лепта В здоровье Нашего Большого друга Василия Да Заодно Вы когда Зайдете На страницу Александр Лишний раз Лишний раз Напоминать Лучше Говорить Добрые слова Добрые пожелания А добрые пожелания Есть еще и в песнях У тебя есть замечательная песня В которой Есть добрые Добрейшие пожелания Такой девиз Нам всем Который звучит Просто Все Будет Хорошо Я думаю Это будет прекрасно По всему разговору Про Василия Я думаю Что это Прекрасные пожелания Все будет Хорошо Доброе утро Немного солнца После гибели джимы Немного радости Под небом Северо Все нам с тобой Что уберечь Сумели мы Одною верностью Одною верой 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 Вертелось Скажи мне Слово И год за годом И шел Поверь Это не все Все будет Доброе утро Смотрим 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 И солнце И солнце Радуется В одному Смотрим Смотрим Поверь Смотрим 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 Ай, ай, ай Ай, ай Ай, ай Ай Все будет действительно хорошо, потому что все в руках Господних и по вере нашей, по молитве нашей все будет дано. Если там где двое или трое, там Господь посреди нас. Когда есть такие друзья, я думаю, что будет все хорошо с Василием, с песнями, с творчеством. Мы в преддверии находимся сейчас великого праздника. Да, у нас уже день, когда мы записываем эту программу, у нас уже пост дошел к концу и впереди перед нами страстная сильность. Потом идет праздник Радоница, то есть поминовение усопших. Но Бога мертвых нет, поэтому поминание усопших в данном случае, как говорится, мы всегда помним от тех, кто живет внутри нас. И у тебя, я слышал, есть песня Радоница. Новая песня. Да, это будет, собственно говоря, премьера. И надо сказать, что... Надо сказать, что и с сегодняшним праздником эта песня тоже связана, потому что, конечно же, символизм вот этой вот воскресшей вербы, да, и опять-таки воскресшего Лазаря, то есть это в любом случае какая-то есть связь до Пасхи и после Пасхи. Радоница. Солнце луч у вербы на реснице, о расцвете золотом завет. Вдруг уснул, ему дорога снится, и печальный над дорогой свет. Одинокого обринет Герда, но живет согретое взаймы. И распустится в апреле верба, будто в мире не было темы. Верь, слова надетоланья святых, не всесильна ночь, не навсегда. Погрети над облаком косматы, недвижимая царит звезда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Солнце луч у вербы на реснице, о расцвете золотом завет. А над последней у твоей страницы только свет и смерти нет. А.Семкин Корректор А.Егорова Я надеюсь, что это был не последний звонок, и я думаю, что будет продолжение, потому что у тебя их и не пять, и не шесть песен. Мне очень нравится, когда такая вот первая серия. Первая серия поэзии «Струн» сегодня была с Александром Логуновым. Спасибо большое. Желаю тебе больше песен, концертов. И мы сегодня не упомянули, так скользко немножко ты сказал, что был последний альбом «Нерли». Я думаю, что у тебя готовится и новый. Да, есть сейчас несколько альбомов, сразу несколько альбомов пишется, на самом деле. Я даже не знаю, как я с этим совсем буду справляться. Один альбом пишется в Питере, его пишет мой друг Большой Игорь Дугнев. И там участвует тоже очень много людей. Сергей Краснопольский там сыграл на контрабасе. То есть там все очень интересно получается. Ничего личного. Кроме того, есть еще две программы, которые пишутся. Это то, что делала раньше Завеница, собственно говоря. Одна программа сугубо фолковая, другая. Да, значит, был у нас такой более мрачный состав. Значит, и некоторые вещи, которые как раз вот с 99-го, 2001-го года, скажем так, вот, они тоже будут записаны. То есть это такой своеобразная такая идеология истории будет. История Завениц. Ну и анонсируй, после Пасхи где концерты, куда, может, выезжаешь? Так, значит, я очень активно поездил до Пасхи. В смысле до поста. Вот. И сейчас как-то у меня все еще не активно. У меня будет единственная поездка сразу после Пасхи, фактически. То есть вот на Антипасху, на Фомино, я еду в Ростов. Там будет... Великий? Нет, не Великий. В Мадону. В Мадону, да. Там будут три концерта в Ростове, в некоем пригороде, значит, Ростова реконструктор. Значит, и в Ставрополе, насколько по предварительным моим данным, еще в Ставрополе. Ну там все верно. В общем, короче, да, вот будет три концерта там, так что если кто-то вдруг увидит и может там где-то участвовать, то приходите, буду рад. Вот. А потом, собственно, я думаю, что я буду активно открывать дачный сезон. Так и все, да. Да, и поэтому тут уже не до каких концертов. Хотя, точно знаю, что будет, во-первых, а, значит, 26-го числа будет день рождения у Игоря Лазарева, и будет концерт в клубе, если не ошибаюсь, Вермель, значит, и в котором в том числе я буду участвовать и думаю, что я буду презентовать там песню Радоницы как раз, вот, и петь одну из песен Игоря. Игорь подхватил флаг чужих песен, вот, то есть он, ну, он немножко там переосмыслил идею, заточил ее под себя, как он говорит. Но, тем не менее, у меня там была такая формулировка смешная, типа, «подстроил под своей эгоистичной целью». В общем, короче говоря, там будет звучать полный его бэнд мимо нот, а мы будем в качестве вокалиста, значит, петь его песни, тоже очень интересный. Да, это интересный эксперимент. Значит, и будет еще концерт 28-го числа памяти не помнящего в археологии, где я тоже буду участвовать и буду петь одну из его песен. И еще в обозримом будущем все, что я могу знать, это 27-го мая, значит, опять же в археологии будет некий фестивальчик, как-то он там, он какой-то гастрономический там фестиваль, хинкари фесты, что-то там вроде. А чеховские сборы каких летних бывают у вас? Летних нет. У нас есть вот, да, справедливо было замечание. Значит, был чеховский зимник, и он существует, и вот следующий год будет пятый полукруглый, скажем так, фестиваль, и я надеюсь, что мы все до него уже доживем в здравии и душевном, и физическом, и как бы, и все у нас случится, и все получится. Вот. И лето мы фактически не собираемся. Вообще мы, кстати, очень редко собираемся все вместе. Чтобы нас увидеть на одной сцене всех вместе, это будет единственное зимой приехать на чеху. Обычно это происходит в феврале. где-то вот начиная, ну, не принципиально, в любые выходные может оказаться. То есть надо просто ездить за рекламу. Бывает зимой зверей, бывает зимой людей. Зимой людей, зимой, да, лопасти. В великой русской реке лопасти. Точно. Еще раз, желаю тебе всего самого наилучшего. Ждем тебя в гости к нам еще раз. Поэзия Струн приглашает всех желающих не только смотреть, но и участвовать. И передача новая. И хотелось бы, чтобы вы всячески ее популяризировали. Потому что мы представляем музыкантов не формат. И это много стоит на самом деле. Это бесценный продукт. Это изюм, он не продается. Да, это изюм, он не продается. Апустам. Апустам. Для меня. Увидимся. Для меня. Поэзии. До новых встреч. Поэзии. О��. Надеюсь. Готово. Продолжение следует. Поэзии. Субтитры создавал DimaTorzok